Три часа ночи. В окна мои смотрится тихая апрельская ночь и ласково мигает мне своими звездами. Я не сплю мне так хорошо. Всего меня от головы до пяток распирает какое-то странное, непонятное чувство. Анализировать его сейчас не умею. Некогда. Лень, да и бог с ним, с этим анализом. Ну, станет ли отыскивать смысл в своих ощущениях человек, когда летит вниз головой с колокольни или узнает, что выиграл 200 тысяч? Ну, до этого ли ему? Приблизительно так начиналось любовное письмо к Саше, девятнадцатилезней девочке, в которую я влюбился. Пять раз начинал я его, столько же раз принимал сорвать бумагу, зачеркивал целые страницы и вновь их переписывал. Возился я с письмом долго, как с заказанным романом, и вовсе не для того, чтобы письмо вышло длиннее, учернее и чувствительнее, а потому что хотелось до бесконечности продлить самый процесс этого писания, когда сидишь в тиши своего кабинета, в которой глядится весенняя ночь, и беседуешь с собственными грезами. Между строк я видел дорогой образ, и, казалось мне, за одним столом со мной сидели духи, такие же, как я, наивно счастливые, глупые и блаженно улыбающиеся, и тоже строчили. Я писал, и то и дело поглядывал на свою руку, которая все еще томилась от недавнего рукопожатия, а если мне приходилось отводить глаза в сторону, то я видел решетку зеленой калитки. Сквозь эту решетку Саша глядела на меня после того, как я простился с ней. Когда я прощался с Сашей, я ни о чем не думал и только любовался ее фигурой, как всякий порядочный человек любуется хорошенькой женщиной. Увидев же сквозь решетку два больших глаза, я вдруг, словно по наитию, понял, что я влюблен, что между нами все уже решено и кончено, что мне остается только соблюсти кое-какие формальности. Большая также приятность запечатать любовное письмо, медленно одеться, выйти потихоньку из дому и нести это сокровище к почтовому ящику. На небе уже нет звезд. Вместо них на востоке над крышами пасмурных домов белеет длинная полоса, кое-где прерываемая облаками. От этой полосы по всему небу разливается бледность. Город спит, но уж водовозы выехали, и где-то на далекой фабрике свисток будет рабочих. Бозле почтового ящика, слегка подернутого росой, вы непременно увидите неуклюжего дворника в колоколообразном тулупе и с палкой. Находится он в состоянии каталепсии. Не спит и не бодрствует, а что-то среднее. Если бы почтовые ящики знали, как часто люди обращаются к ним за решением своей участи, то не имели бы такого смиренного вида. Я, по крайней мере, едва не облобызал свой почтовый ящик. Глядя на него, вспомнил, что почта – величайшее благо. Тому, кто когда-либо был влюблен, предлагаю вспомнить, что, опустивши в почтовый ящик письмо, обыкновенно спешишь домой. Быстро ложишься в постель и укрываешься одеялом в полной уверенности, что не успеешь завтра проснуться, как тебя охватит воспоминания о вчерашнем. И ты с восторгом будешь глядеть на окно, в котором сквозь складки за навесок жадно пробивается дневной свет. Но к делу. На другой день, в полдень, горничная Саша принесла мне такой ответ. Я очень рада. Приходите сегодня, пожалуйста, к нам непременно. Я вас буду ждать, ваше сэ. Запятой не одной. Это отсутствие знаков припинания. Е в слове «непременно». Все письмо и даже длинный узкий конвертик, в котором оно было вложено, наполнили мою душу умилением. В размашистом, но несмелом почерке я узнал походку Саши. Ее манеру высоко поднимать брови во время смеха, движения ее губ. Но содержание письма меня не удовлетворило. Во-первых, на поэтические письма так не отвечают. Во-вторых, зачем мне идти в дом Саши и ждать там, пока толстая мамаша, братцы и приживалки догадаются оставить нас наедине. Они и не подумают догадаться, а нет ничего противнее, как сдерживать свои восторги ради только того, что около вас торчит какой-нибудь одушевленный пустяк, вроде полуглухой старушки или девочки, пристающей с вопросами. Я послал в горничный ответ, в котором предлагал Саше избрать местом для рандеву какой-нибудь сад или бульвар. Мое предложение было охотно принято. Я попал им, как говорится, в самую жилку. В пятом часу вечера я пробирался в самый далекий и глухой угол городского сада. В саду не было ни души, и свидание могло быть назначено где-нибудь поближе, на аллеях или в беседках, но женщины не любят романов наполовину. Коли мед, так и ложка. Коли свидание, то подавай самую глухую и непроходимую чащу, где рискнуешь наткнуться на жулика или подкутившего мещанина. Когда я подошел к Саше, она стояла ко мне спиной, а в этой спине прочел я чертовски много таинственности. Казалось, спина, затылок и черные крапинки на платье говорили чшшш. Девушка была в простеньком ситцевом платьице, поверх которого была накинута легкая тальмочка. Для пущей таинственности лицо пряталось за белой вуалью. Я, чтобы не портить гармонии, должен был подойти на цыпочках и начать говорить полушопотом. Насколько я теперь понимаю, в этом рандеву я был не сутью, а только деталью. Сашу не столько занимал он, сколько романтичность свидания, его таинственность, поцелуи и молчания угрюмых деревьев и моей клятвой. Не было минуты, чтобы она забылась, замерла, сбросила со своего лица выражение таинственности. И право быть вместо меня какой-нибудь Иван Сидорович или Сидор Иванович, она чувствовала бы себя одинаково хорошо. Извольте-ка при таких обстоятельствах добиться, любят вас или нет. Если любят, то по-настоящему или не по-настоящему. Из сада повел я Сашу к себе. Присутствие в холостой квартире любимой женщины действует как музыка и вино. Обыкновенно начинаешь говорить о будущем. Причем самоуверенность и самонадеятельность не знают границ. Строишь проекты, планы, с жаром толкуешь о генеральстве, не будучи даже еще прапорщиком. И в общем несешь такую красноречивую чушь, что слушательнице нужно иметь много любви и незнания жизни, чтобы поддакивать. К счастью для мужчин, любящие женщины всегда ослеплены любовью и никогда не знают жизни. Они мало того, что поддакивают, но еще бледнеют от священного ужаса, благоговеют и ловят с жадностью каждое слово маньяк. Саша слушала меня со вниманием, но скоро на лице ее прочел я рассеянность. Она меня не понимала. Будущее, о котором я ей говорил, занимало ее только своей внешностью. Напрасно я разворачивал перед ней свои проекты и планы. Ее сильно интересовал вопрос, где будет ее комната, какие будут обои в этой комнате, зачем у меня пианино, а не рояль и так далее. Она внимательно рассматривала штучки на моем столе, фотографии, нюхала флаконы, отлепляла от конвертов старые марки, которые ей для чего-то нужны. «Пожалуйста, собирай мне старые марки», – сказала она, сделав серьезное лицо. «Пожалуйста». Затем она нашла где-то на окне орех, громко раскусила его и съела. «Отчего ты не наклеишь на свои книги билетиков?» – спросила она, окинув взглядом шкаф с книгами. «Да зачем это?» «Ну так, чтобы у каждой книги был свой номер. Где я свои книги поставлю? У меня ведь тоже есть книги». «А какие у тебя книги?» – спросил я. Саша подняла брови, подумала и сказала, что разные. «Если бы я вздумал спросить ее, какие у нее мысли, убеждения и цели, она, наверное, таким же образом подняла бы брови, подумала и сказала, разные. Далее я проводил Сашу домой и ушел от нее, самым настоящим, патентованным женихом, каким и считался, пока нас не обвенчали. Если читатель позволит мне судить по одному только моему личному опту, то я уверяю, что женихом быть очень скучно гораздо скучнее, чем мужем или ничем. Жених это ни то ни сё. От одного берега ушел, а к другому не дошел. Не женат, и нельзя сказать, чтобы был холост, а так что-то похожее на состояние дворника, о котором я упомянул выше. Ежедневно, улучив свободную минутку, я спешил к невесте. Обыкновенно, идя к ней, я нес с собой тьму, надежд, желаний, намерений, предложений, фраз. Мне всякий раз казалось, что едва только горничная откроет дверь, как я, которому душно и тесно, погружусь по горло в проходительное счастье. Но на деле происходило иначе. Всякий раз, приходя к невесте, я заставал всю семью и домочадцев за шитьем глупого преданного. А пропо, шили два месяца и нашили меньше, чем на сто рублей. Пахло утюгами, стеарином и угаром. Под ногами хрустелся клярус. Две самые главные комнаты были завалены волнами полотна, калинкора и киси, а из волн выглядывала головка Саши с ниточкой в зубах. Все шьющие встречали меня радостным криком, но тотчас же выпроваживали столовую, где я не мог мешать ей видеть то, что позволяется видеть только мужьям. Скрипя сердце, я должен был сидеть в столовой и беседовать с приживалкой Пименовой. Саша озабоченная и встревоженная, то и дело пробегала мимо меня с наперстком, мотком шерсти или с другой какой-нибудь скукой. «Погоди, погоди, я сейчас», — говорила она, когда я поднимал на нее умоляющие глаза. «Представь, подло Степанида в барежевом платье весь слив испортила». И, не дождавшись милости, я злился, уходил, прогуливался по тротуарам в обществе своей жениховской палочки. А то, бывало, захочешь погулять или прокатиться с невестой. Зайдешь к ней, и она уже стоит со своей маменькой в переднем, совсем одетая, и играет зонтиком. «А мы в пассаж идем», — говорит она, — «нужно прикупить еще кашемиру и шляпку переменить». Пропала прогулка. Я привязывался к барыням и шел с ними в пассаж. Возмутительно скучно слушать, как женщины покупают, торгуются и стараются перехитрить надувающего лавочника. Мне стыдно делалось, когда Саша, переворочав массу материи и избавив цену от минимума, уходила из магазина, ничего не купив или же приказав отрезать ей копеек на сорок. Выйдя из магазина, Саша и маменька с озабоченными, испуганными лицами долго толковали о том, что они ошиблись, купили не того, что следовало купить, что носиться слишком темные цветочки и так далее. Не, скучно быть женихом. Был бог с ним. Теперь я женат. Сейчас вечер. Я сижу у себя в кабинете и читаю. Саша, позади меня на офисе сидит Саша и что-то громко жует. Мне хочется выпить пиво. Поищи-ка, Саша, штопор, говорю я. Тут он где-то валяется. Саша вскакивает, беспорядочно роется в двух-трех бумажных кипах, роняет спички и, не найдя штопора, молча садится. Проходит минут пять-десять, меня начинает помучивать червячок и жажда, и досада. Саша, да поищи же штопор, говорю я. Саша опять вскакивает и роется около меня в бумагах. Ее жевание и шелест бумаги действуют на меня, как лязгание потираемых друг от друга ножей. Я встаю и сам начинаю искать штопор. Наконец он найден и пиво откупорено. Саша остается около стола и начинает длинно рассказывать о чем-то. Ты бы почитала что-нибудь, Саша, говорю я. Она берет книгу, садится против меня и принимается шевелить губами. Я гляжу на ее маленький лобик, шевелящиеся губы и задумываюсь. Ей двадцатый год, думаю я. Если взять интеллигентного мальчика таких же лет и сравнить, то какая разница? У мальчика и знания, и убеждения, и у мишка. Но я прощаю эту разницу. Как прощаю узенький лобик, шевелящиеся губы. Бывало, помню, в дни моего ловеласничества я бросал женщин. Из-за пятна на чулке. Из-за одного глупого слова. Из-за нечищенных зубов. А тут я прощаю все. Жевание, возню со штопором, неряшество, длинные разговоры о выделенном яйце. Прощаю я почти бессознательно, не насилуя своей воли. Словно ошибки Саши, мои ошибки. А от многого, что прежде меня коробило, я прихожу в умиление и даже в восторг. Мотивы такого всепрощения сидят в моей любви к Саше. А где мотивы самой любви, я право, не знаю.